всем доброе утро как вы можете заметить екатерина евгеньевна уже в процессе поглощения вкусного печенья ничего ее не может сдержать ты голодная не особо не особо да но жуешь мы сегодня делали печеньки которые вы могли уже видеть на нашем канале но готовили тогда их не мы а маша мне кажется это видео выходило в марте или называлась она десерты книжному чаепитию что-то вроде такого то там маша готовила печеньки а мы готовили что-то шоколадное нам эти печеньки очень тогда понравились и мы их со света периодически готовим но мы в них внесли одно новшество экспериментаторское решение дело в том что в традиционных валийских печеньках изюм мы со светой путем проб мы начали готовить эти печенье сушеной клюквы и вот сушеной клюквы они нам нравятся гораздо больше а то есть тоже уже с печеньем я смотрю на тебя ты не стесняешься я че должна скромничать и Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня, наверное, самые большие проблемы Вот в этом вот переходе даже от занятости, да, в какой-то фирме к своему ИП Это родные Это огромное количество вокруг тебя фраз про то, что как же так, у тебя ничего не получится Ты сейчас бросишь эту работу, потом останешься вообще без работы, тут полностью разоришься и вообще ужас и кошмар Вот это вот прям и тут же бабжевать пойдешь Аура вокруг тебя, что не верят в твои силы, она была очень сильная Может быть, сейчас у многих мировоззрение поменялось Я, например, не вижу ничего страшного в том, чтобы попытаться что-то сделать самим Вместо того, чтобы работать, грубо говоря, на чужого дядю То есть работать фактически на чужой карман Да, потому что никогда ты в каком-то чужом месте, да, не будешь работать на себя То есть там все равно в приоритете у твоего начальника будет его собственный карман, а не твой Это не важно, примеры офисной работы есть тоже абсолютно разные Даже не то, что офисной работы, а в принципе работаю на какую-то компанию Мне не посчастливилось работать в таком офисе, куда мне хотелось приходить и хотелось остаться Но вот когда мы работали, у нас была клининговая компания, я видела примеры офисов, где я бы с удовольствием работала В основном, конечно, это офисы, где работают айтишники Это очень... Либо это офисы от компании мирового уровня Там у них другая немножко вообще политика, другая структура идет Я просто обожала один офис, мне нравилось за ними наблюдать Они никогда не включали свет, когда темнело на улице И вообще очень вольный образ жизни был Да, они много работали, но точно так же их начальство разрешало им самим строить свой график Это было очень круто, потому что если бы мне, даже вот в моей бухгалтерской работе, да, дали возможность самостоятельно строить график Я думаю, я бы до сих пор работала в бухгалтерии, потому что мне нравится копаться в цифрах Я это люблю, то есть мне это не вызывает никаких проблем, никаких отторжений Я люблю большие объемы информации, но, к сожалению, именно вот этот вот От звонка до звонка Да, четкий режим, он меня отталкивает И да, в моей голове мысль о том, что я хочу работать дома Я хочу свободный график, она поселилась давно Но прийти к тому, что у тебя будет этот свободный график, очень тяжело Потому что самое главное, что у тебя должно быть на начальных этапах, это поддержка, причем финансовая Потому что как только ты уйдешь своего постоянного места работы, ты не будешь получать определенный отрезок времени, никакого дохода И самое главное, вот знаете, у меня просто мотивирующие книжки, вот эти вот, которые там учат, как надо жить, да Что ты должен работать и заниматься той работой, которую ты любишь, которая тебе нравится, все, брось, ничего не бойся и уходи Но не важно, что работа начнет сразу или даже первые пять лет Да, только в этих книжках почему-то не пишут, а где взять тебе вот эту вот финансовую поддержку, которая там тебе на полгода даст как раз-таки Я считаю, что полгода это вполне такой нормальный срок, чтобы ты уже и сам как-то более-менее, да, для себя понял и определился, куда ты дальше пойдешь Уже начал получать, вот пожалуйста, начал получать какой-то доход Минимум полгода твое финансовое положение должно быть стабильным То есть у тебя должны быть деньги на еду, на квартиру Если у тебя есть дети, у тебя должны быть деньги на детей Если у тебя есть машина на бензин, то есть вот это все не должно пострадать И где взять деньги, чтобы это все не пострадало Хорошо, если у тебя, например, есть муж или жена, которые тебя поддержат и скажут Ни о чем не переживай, при этом муж и жена зарабатывают столько, что если ты потеряешь свой доход, в вашей жизни особо каких-то изменений, да, не произойдет И скажут тебе, пожалуйста, вот тебе там полгода, год, занимайся чем хочешь, я буду работать, буду нас обеспечивать, а ты, пожалуйста, ищи себя Но очень часто такой поддержки вы не найдете Даже не потому, что у вас муж или жена противные, а потому что очень часто у нас люди просто не зарабатывают столько, чтобы доход одной половинки, да, не отразился на финансовом бюджете У меня уже ощущение, что я на каком-то тренинге Для нас это очень больная тема Это очень важный вопрос, где эти самые финансы взять Родители могут помочь, это прекрасно, если родители могут помочь И когда вы им скажете, что все, я ухожу, сажусь дома, ищу себя Эти родители не скажут, что ты, не кукули ты вообще, себя ты будешь искать Тебе там, я не знаю, за 30, а ты вдруг придумала себе из головы, ты себя будешь искать Потому что себя искать я начала, когда мне уже, извините, было за 30 Поэтому первое, самое важное, что вам надо продумать, это то, откуда вы возьмете эти деньги Да, либо их откладывать, пока вы работаете в офисе И понимаете, да, в нашей ситуации еще что хорошо, у нас нет детей, которые то школа, то он заболел То ему нужна там, я не знаю, новая кофточка, новые штанишки Это куча, куча проблем Понятное дело, что вот у меня, например, у родителей не такое финансовое положение Что они мне могут сказать, ой, ничего не делай, сиди, вот мы тебя будем обеспечивать Думай, чем ты хочешь заниматься, хоть до 55 Мне негде было взять эту финансовую подушку Единственный вариант, который у меня был, чтобы в итоге прийти вот к этому Мне надо сделать что-то самой Какой-то период времени очень сильно побатрачить Накопить там себе эти деньги, да, чтобы почувствовать финансовую независимость И уже потом думать и двигаться в ту сторону, которая необходима мне То есть именно поэтому я фактически открыла ИП Причем на основе того, да, где я работала То есть у меня там уже были связи с другими людьми И я могла из этих других людей вот этот вот свой бизнес Хотя бы выйти, те же самые клиенты, откуда они появились Они появились со знакомств именно с той работы И в тот же период времени я уже начала заниматься именно ИП бухгалтерией Я понимаю, что многие люди, которые открывают свои ИП, они бухгалтерии не знают Я ее тоже не знала, я ее выучила именно самостоятельно Как что там вести, какие налоги, все эти отчеты, все эти формы Еще даже не открыв свое ИП и не начав там зарабатывать вот эти вот деньги, 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 да Я уже именно работала с отдельными ИПшниками И мне кажется, вот этот финансовый вопрос Это вообще самое важное и самое первоочередное, о чем вы должны подумать Прежде чем садиться дома и быть вот фрилансером Прежде чем выйти в никуда Еще очень часто вот у меня задают вопрос Почему я перестала работать стилистом Конечно, было очень много факторов Но, как вы понимаете, я тоже, я все искала сама Я там открывала сама сайт Я научилась делать какой-то минимум, чтобы сайт выглядел прилично Я, конечно, не претендую на роль тех людей, которые занимаются дизайном и делают профессиональные сайты Но у меня не было варианта отдать кому-то 30-60 тысяч, чтобы мне сделали все, как я хочу В 2014 году я перестала заниматься этой профессией по нескольким причинам Именно тогда наш курс рубля очень сильно рухнул Я поняла, что вот эти истории про то, что Ой, купите себе гардероб капсульный там на 60 тысяч, на 3-4 месяца Ну, понимаете, да, насколько это звучит? Очень смешно Во-вторых, я пришла, лично я, я не говорю, что это так и есть Я пришла для себя к выводу, что профессия стилиста это паразитирующая профессия Как правило, к тебе приходят клиенты нескольких типов Либо это клиенты, которые умеют одеваться, но они этого не понимают И они хотят от тебя слышать то, что да, ты реально умеешь все выбирать Либо это клиенты, которые не хотят становиться лучше Они хотят, чтобы ты их одевала, и ты для них становишься просто пожизненной нянькой Любая колготочка, он будет приходить к тебе Да, ты будешь за это получать деньги, это очень хорошо И деньги-то хорошие, потому что даже 5-6 лет назад Час стоил тысячу или полторы, там, в зависимости от услуги И ты же можешь выбирать эти колготки 5 часов И вот в этом, вот в этом я вижу паразитирующий процесс Либо были клиенты очень неуверенные в себе, которым ты должен был постоянно рассказывать Про то, что они хорошие, у них хорошая фигура Пойдем, вот я возьму тебя за ручку, и мы с тобой пойдем выбирать Я до сих пор убеждена в том, что это касается не только одежды Что если человек хочет сам измениться, он хочет сам что-то понять, он это сделает сам Если человек не хочет, а он хочет это переложить на кого-то Но сам он ничего делать не хочет и не хочет У него нет стимула стать лучше Он никогда не станет лучше И эти же самые клиенты, которых ты, допустим, вел лет 5 назад Ты их встречаешь, а у них все те же самые ошибки И еще, когда ты в провинции, да, ты видишь эту бьюти-сферу Всю вот этих фотографов, визажистов Тебе приходится с ними общаться И я поняла одно, я не хочу в этой сфере крутиться и быть одной из них Я от этой профессии в итоге ушла Хотя да, я зарабатывала периодически очень хорошие деньги Но мы с Катей поняли одно Что нам какой-то определенный период времени для своей финансовой независимости Нам придется пахать И вот 4 года мы реально пахали Потому что у нас не было тех людей, допустим, которые тебе скажут Уходи, и ты не пострадаешь вообще Я очень себя люблю, я люблю покупать себе всякие вещи У меня бывают периоды шапоголизма, от которых я не хочу отказываться Потому что они приносят удовольствие У меня не было человека, который бы мне там сказал Ой, знаешь, ну вот сиди на попе ровно, ничего не делай, ищи себя Но при этом твои периоды шапоголизма Не переживай, они у тебя будут, я тебе их все оплачу Я в принципе не хотела бы, чтобы мне их кто-то оплачивал Мне гораздо приятней То есть я сама знаю, да, тихонько, сколько денег на что потратила И больше никто не в курсе Меня это устраивает Ну, Катя в курсе, хорошо Это меня устраивает Я люблю зарабатывать сама, я люблю тратить сама И откладывать я тоже люблю сама И откладывать я тоже люблю сама Поэтому мы прекрасно понимали, что нам надо пахать Поэтому мы взяли в себя в руки и пахали Причем иногда пахали, это даже не, ну как это сказать Это не в переносном смысле пахали, а в прямом Вам надо понять, чем вы хотите заниматься И что вы умеете делать Потому что мало того, чем вы хотите, да, заниматься Возможно, ваша профессия, то дело, где вы там себя видите Оно вам не будет приносить такого дохода Чтобы вы чувствовали там свое удовлетворение от этого процесса Вам надо совместить приятное с полезным Что вы хотите, что вы умеете И вот уже из этого выбирать Я хотела сказать, да, я спустя вот эти несколько лет Что там со Светой работали, что я работала стилистом Я поняла одно Я хочу общаться как можно с меньшим количеством людей Я не хочу никаким образом относиться к сфере обслуживания Потому что, ну, давайте скажем честно Что клининг, что стилисты, что визажисты Это все сфера обслуживания Как бы там кто себя не представлял Но вот это облизывание других людей Я захотела от этого очень сильно отойти Да, это звучит грубо, облизывание Но это фактически так и есть Ну, у тебя очень хороший способ, кстати, получился Потому что для тендеров тебе вообще ни с кем не надо Приходится иногда, да, к сожалению Ну, редко, согласись Я очень сильно устала Возможно, через 5 лет я захочу общаться снова с людьми Но стилистом я не стану больше работать Потому что, да, меня сложно переубедить вот в этом мнении И я бы сама никогда не пошла к стилисту У нас, кстати, со Светой есть забавная шутка одна Что если ты хочешь понять, хороший стилист или плохой Посмотри его фотографии Если у него в больше, чем 50% образа Вот здесь шарфик Это плохой стилист, не ходите Потому что вот это вот с шарфиком Это, окей Закрыли эту тему Потому что эта тема тоже для меня очень больная Самое важное Что вам надо для себя решить и найти ответ Это даже не то, чем вы хотите заниматься Мне кажется, к этому вы придете гораздо быстрее То, где вам взять финансовую поддержку Финансовое обеспечение Чтобы в какой-то период времени пытаться выстроить то, чем вы хотите заниматься Да, и будет ли то, чем вы хотите заниматься Вам приносить те же самые деньги Как минимум те же самые деньги То есть если это будет вам приносить в два раза меньше И это вас не будет смущать Пожалуйста, занимайтесь А вот если это уже просто получится так Что вы займетесь тем, что вы хотели всегда делать Вы не видите той финансовой отдачи Которая вам нужна, чтобы поддерживать свой уровень жизни На том, к которому вы привыкли Вы, естественно, просто разочаруетесь в том, что вы любите То есть здесь очень много сторон надо обдумать И единого ответа вам не даст никто Поэтому я ненавижу эти мотивирующие книжки Я бы просто их сжигала в печи Я их читала одно время Но ни в одной этой книге вы не найдете ответа на свои вопросы Пока вы все это на собственной шкуре не прочувствуете О да, иногда там встречаешь банальное Если вы любите печь тортики, пеките И будьте лучшими в своем деле Хочется сказать этих тортиков, извините Просто на один район, наверное, пекущих тортиков Просто тысяча человек И в этом тоже очень трудно уже себя будет найти То есть если вы печете тортики Вам надо сразу выстроить свои тортики таким образом Чтобы они очень сильно отличались от других И были востребованы Это долгий разговор И универсального ответа Здесь не будет Не будет Вот на протяжении, опять-таки, пока у нас было ИП На протяжении всего этого времени Мало того, что мы там пахали Мы с Катей еще для души открыли свой Ютуб-канал И теперь мы со Светы хотим одного Да, я скажу честно Я бы с огромным удовольствием Получала свой доход именно с Ютуба Потому что это приятно Мне нравится весь процесс от и до Да, он тоже нелегкий Но поверьте, мне гораздо легче, чем вести свою клининговую компанию Мне это приносит удовольствие Вот это вот все общение Мне это нравится Мне хотелось бы, да, зарабатывать Ютубом Потому что это очень круто Возможно, кому-то тоже хочется зарабатывать Ютубом Ищите себя в этом Я не знаю, возможностей просто много Но мы часто их не видим Я мимо себя тоже очень много возможностей пропускала Я только задним числом потом думала, что вот что надо было Куда надо было Но сожалеть об упущенном тоже не надо Потому что можно уйти в эти сожаления И не видеть открывающихся дверей Я порой даже завидую нынешним студентам Потому что у них возможностей сейчас гораздо больше Когда я там была школьником и студентом Таких вариантов работы, которые есть сейчас, их не было У нас не было всяких прикольных кофеен У нас не было там каких-то организаций, куда берут именно молодых студентов Вот я могу сказать честно, я бы пошла работать в кофейню Да, Катя мне говорила про то, что она бы с удовольствием была бористой Да, я бы пошла работать в кофейню Давай, наверное, заканчивать завтрак Я не знаю, ответили ли мы на ваши вопросы Мне кажется, самое главное, это не ориентироваться на кого-то А думать своей головой Мы не знаем, да, вашего положения Да и никто не знает вашего положения, кроме вас самих Все ответы вам надо найти в себе Просто надо найти силы быть перед собой честным И понимать, что ты делаешь И выстроить в себе в голове То есть вот тот путь, который тебе придется пройти Да, бывает он нелегкий и неприятный Но если ты чего-то хочешь и понимаешь, что через эти нелегкости и неприятности Ты к этому в итоге придешь То придется, да Придется побыть и в неприятной шкуре И следующий завтрак будет гораздо легче Приятного аппетита! Котики, пьем чаек